Слава Иисусу Христу! Я вас всех приветствую Его любовью. Я приветствую не только от себя самого, но, приехав из Бремена, из Германии, я привез с собой много приветов от детей божьих с немецкой земли, от служителей Бременской церкви, от руководства германского братства. Это я хотел вам всем передать. Я хочу прочесть к сегодняшнему слову из 3 главы 2-го послания Петра, с 13-го стиха. Хотя на самом деле мне нужны два последних стиха, 17-й и 18-й. Но надо немножко выше прочесть, чтобы видеть весь контекст того, к чему мы подойдем. С 14-го стиха я читаю. С 13-го. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидаясь сего, подчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены, осем берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, ему слава и ныне в день вечный. Аминь. Собственно, стихи, о которых я хочу говорить сегодня, это два последних стиха. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззнакомников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне в день вечный. Аминь. Апостол Петр, заканчивая свое второе послание, он говорит о нашей устремленности к небу, которому мы и призваны. Он говорит о том, насколько, это раньше сказано было, я даже это не читал, он говорит о том, насколько неожиданным и величественным будет приход Христа. что небеса растают, элементы вселенной будут плавиться, и стихи, разгоревшиеся, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И пусть он говорит, впрочем, мы по обетованию его ожидаем новое небо и новой земли, на которых обитает правда. И если таково наше ожидание, оно таково, не правда ли, то тогда Бог хочет, чтобы мы определенным образом шли навстречу этому дню, определенным образом готовились, и Он что-то очень важное говорит о нашем странствовании на этой земле. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о всем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я скажу, среди того огромного многообразия тем о великой, славной, многоразличной благодати Божьей, о которой можно говорить практически бесконечно и всю жизнь, ибо ею мы живем, существует одна очень важная, о которой здесь говорится. Она, эта тема, связана с тем, что Бог, предлагая нам бодрствовать в нашей жизни и удалиться от всякого греха, беречься, чтобы не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, или удалиться от всякого растления похотью, Он одновременно говорит, чтобы мы возрастали в благодати. И вот это очень серьезный вопрос, потому что в этом заключена, я так скажу, одна из изюминок и очень важных вещей жизни христианина. Бог принял нас такими, какими мы есть, простил и омыл нас кровью Своей, кровью Сына Своего. Но приняв нас такие, какие мы есть, Он совершенно не собирается оставить нас такими, какими мы есть. Потому что у нас, как у верующих, есть вполне определенное призвание. Он призвал нас быть подобными образу Сына Его. И здесь можно сказать, что если Бог принимает нас ради Сына Своего и прощает нас, видя кровь Сына Своего, то есть и вторая сторона нашего спасения. Бог, который до ревности любит Дух, живущий в нас, Он не желает удовольствоваться ничем иным, кроме того, как увидеть в нас Иисуса Христа, ради которого Он принял нас, не по нашим достоинствам, не по нашим заслугам, но, возрев нас к жертву Сына Своего, Он принял нас, какие мы есть. Не для того, чтобы оставить нас, какие мы есть, но для того, чтобы мы были подобны образу Сына Его. В этом суть нашего призвания. И это то, что Бог хочет, чтобы оно, как сознание, движущая сила, цель и смысл нашей жизни наполняло собой все наше бытие. Существует очень большая опасность для народа Божьего. Существует очень большая опасность, которая заключается в том, что люди, получив прощение грехов, получив запечатление Духом Святым, избавившись от присутствия в их жизни каких-то грубых грехов, успокаиваются на этом, перестают расти и потихонечку превращаются в плотских христиан. То есть людей, которые несколько шагов за Богом сделали, а потом остановились. Таких людей очень трудно назвать грешниками, потому что у них есть реальное переживание Божьей милости, Божьей благодати. Они могут даже говорить и говорить неплохо о любви Христовой, но в них нет какого-то побуждения, жертвенной отдачи себя Богу. Они смирились со своим состоянием. Они успокоились в том, что Бог избавил их от мучения греха, но они остаются как бы маленькими вечными младенцами, что очень печально. И на самом деле очень опасно. Потому что такое состояние в какой-то момент может привести к отступлению. Апостол Павел в послании к евреям в самом начале 2 главы говорит нам такие слова. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Дело в том, что здесь это слово, которое звучит по-русски, как «не отпасть», оно на языке оригинала, на греческом языке звучит таким образом, как бы можно было сказать, чтобы вас не унесло. То есть здесь есть какой-то образ лодки. Если лодка стоит без якоря, то тогда, пока погода тихая, она будет стоять на месте. Но когда придет волнение, может очень далеко унести, потому что она не прикреплена. Точно так же и с христианином. Если он невнимательным к Слову Божьему, если он не возрастает в благодати и познании Иисуса Христа, он может отпасть совершенно незаметно, его начинает потихоньку сносить. Какими-то ветрами этого времени, какими-то стихиями, какими-то переживаниями. И Господь на самом деле призвал нас к вполне определенной вещи. Он освободил нас от греха для того, чтобы мы духовно росли. Он освободил нас от греха для того, чтобы мы жили в благодати. Он не просто избавил нас от власти греха для того, чтобы мы в лаодикийском тепло-холодном состоянии прозябали в этой жизни. Он освободил нас от греха для того, чтобы мы были подобны образу Сына Его, слава Богу. И цель Божья заключается не просто в том, чтобы мы, получив прощение от каких-то крупных грехов, только держались от них подальше, и измеряли все тем, что мне можно. Это существуют такие очень коварные вопросы, когда приходится слышать от верующих людей, а это мне можно, а это мне можно, а если я это сделаю, я не погибну. Но Бог ждет совершенно другого от нас. Он хочет от нас слышать совершенно другие вопросы. Он хочет, чтобы в нашем сердце звучали другие вопросы. А что мне нужно, чтобы быть ближе к Тебе? Ты меня спас. Ничто мне можно. Никакие у меня права. А где источники Твоей благодати? Чтобы мы возрастали в благодати и познании Иисуса Христа. Об этом же самом говорит Иисус Христос словами, что кто не собирается, но этот расточает. Это очень серьезная вещь. Мы не можем стоять, по крайней мере, более-менее долгое состояние в каком-то нейтральном положении. Мы либо растем, следуем за Христом, либо мы расточаем, опускаемся. Я думаю, что каждый из вас это знает. Как подчас, или многие из вас это знают, как подчас желание передохнуть просто от усталости духовных битв. Она может обращиться многолетними страданиями и стинаниями. Человека, который начал скользить по наклонной плоскости и не знает, как с этой плоскостью уйти. Это очень опасно. Об этом же самое говорит апостол Павел, когда он говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Здесь снова звучит вполне конкретное противопоставление на конкретном примере, на ясном примере, но оно распространяется гораздо шире, чем только на выпивку. Бог избавляет свой народ от греха. Слава ему! Не для того, чтобы дом наш остался пуст, а для того, чтобы он был наполнен. Наполнен Святым Духом. Наполнен Божьей благодатью. Наполнен познанием Христа. Наполнен Божьим благословением. Это не всегда легкий путь. Но Слово Божье говорит нам, чтобы нам не увлечься заблуждением беззаконников, не отпасть от своего утверждения, но возрастать в благодати и познании Господа Иисуса Христа. То есть Бог не просто освобождает нас от греха, но, освобождая нас от греха, призывает нас к духовной жизни, исполненной благодатью и направленной на познание Спасителя нашего. Слава Господу! И вот на это важно обратить внимание. Бог хочет, чтобы нашей целью было не только примитивное странствование по этой земле, в котором мы довольны, что мы не такие грешники, как, может быть, те, которые Бога не знают, но Бог хочет, чтобы благодаря Его Сына за пролитую кровь мы, оставляя начатки учения, стремились к совершенству, стремились к тому, чтобы, будучи Его учениками, принести много плода и тем прославить нашего Отца Небесного, чтобы нашей целью было не просто избегание каких-то более-менее грубых грехов, которых мы понимаем, а во всем остальном жизнь в свое удовольствие или так, как мы ее понимаем, но чтобы наша жизнь все больше и больше отдалялась от земного, от плотского и ориентировалась не на то, что можно, а на то, что нужно, слава Богу, ориентировалась на духовное возрастание. Я думаю, что в этом и заключается новозаветное понимание заповеди о субботе. Вы знаете, что Христос в Нагорной проповеди он комментировал или истолковывал, или разъяснял духовный смысл, духовный смысл десяти заповедей. На место «не убей» он сказал, что всякий гнев ищет на братство напрасно, уже подлежит суду. На месте «непролюбодействие» он сказал, что нельзя смотреть на женщину даже с вожделением. На многие другие места он сказал. А что касается субботы? Я понимаю, что вопрос субботы очень ясно выражен апостолом Павлом в послании к евреям. Для народа Божья остается субботство. Не как день. Нет, не как день. Это есть день грядущего, а тело во Христе. Вообще не идет смысл разговаривать о дне. Заповедь субботы во Христе Иисусе связана, что в покой входим мы, уверовавшие. Мы в покой входим. И этим покоем для нас является Христос. И Он дал нам этот покой, ибо Он есть мир наш. Но Он хочет, чтобы этот обретенный в Нем покой, как и спасение, мы все обрели в Нем. Мы получили жизнь от жизни нами нежитой. Мы получили жизнь от жизни, прожитой Сыном Божьим. Мы получили мир благодаря Его подвигу, в котором Он примирил с собой, с Богом мир. Мы получаем и находим все в Нем. Но Он хочет, чтобы эти великие и драгоценные обетования, эти многоразличные, всевозможные благословения, которые даны нам в Иисусе Христе на небесах, они стали повседневной практикой нашей жизни. И покой Его будет слава. Он хочет видеть народ Свой в славе. Не в той славе, которая ожидает нас на небесах, когда мы получим новое тело, которое сообразно прославленному телу Ему. Этого мы еще ожидаем. И в эту славу мы не войдем, пока Христос не даст нам прославленные тела. Но есть слава Христова, которую Бог хочет видеть в нас сегодня. Это чтобы мы возрастали и достигали полного возраста Христова. Это чтобы мы в этой жизни научились жить и ходить, как Он. Это чтобы наше сердце научило отражать качество Божье. То есть это связано с принесением плода Духа. Это связано с тем, чтобы мы, исчая этого плода Духа, как живые камни, устрояли из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить Богу благоприятные жертвы Иисусом Христом. Слава Господу! Вот это есть цель. Бог хочет, чтобы это стало для нас вожделенным, подобно тому, как для Марии было желанным и сокровищем сидеть у ног Иисуса. Она оставляла даже, казалось бы, важные вещи в жизни. Надо же было Его покормить. Но Христос сказал, она избрала благую часть. Для нее общение с Христом это был центр ее желаний, центр ее вожделений, центр ее интересов, сокровища ее жизни. И это была ее благая часть. Слава Богу! Это, может быть, не всегда просто. Может быть, и подобно тому, как Марии пришлось испытать определенные упреки со стороны сестры, которая на самом деле даже ничего плохого не думала при этом, а вполне естественно мыслила. Может быть, точно так же и на нашем пути за Христом. В понимании того единственного, что нам нужно, нам будут предстоять трудности, нам будут предстоять сложности. Не всегда мы будем переживать действия Божьей благодати, которые нас созидают, только как приятные переживания. Нам придется пройти узкими террористыми воротами и идти по этому узкому пути, на котором мы видим следы крови, прошедшего впереди Христа, и маленькие капельки елея, того необходимого утешения и силы Святого Духа, который помогает нам следовать за нашим Спасителем. Но для нас очень важно, чтобы мы никогда не остановились на том, я теперь не грешник, хорошо, в чем я могу найти свое счастье. Но чтобы мы находили свое счастье действительно только в Иисусе Христе. И понимали, что цель Божьей жизни заключается не просто в том, чтобы избавить нас от греха, и потом мы как-то странствовали по этой земле, как плотские люди. Но наша Божья цель преобразовывать нас через взирание на Его славу и славы в славу в тот же образ, как от Господня Духа. В этом счастье, в этом благословение, в этом радость, в этом смысл жизни, чтобы мы перестали мерить только нашу духовную жизнь тем, насколько мы далеки от греха, но чтобы мы всегда смотрели, как мы возрастаем в благодати и познании Иисуса Христа. Чтобы нашей целью было не только сказать, ну да, это же мне можно сделать, здесь я еще не согрешил, но чтобы нашей целью было постоянное подражание Христу. Ибо мы Его возлюбленные дети, слава Богу, подражание Ему, стремление к Нему, чтобы мы измеряли нашу жизнь не просто тем, ну, насколько я, в конце концов, не сделал плохо, но чтобы мы, уповая, уповая на подаваемую нам благодать, возрастали в благодати и познании Иисуса Христа. Возрастали духовно, что честно, что чисто, что любезно, что добродетель, что похвала, что мы видели в апостолах, чему Бог открывал нас впереди идущих братьев, которые являли нам образ Христа, чтобы мы этому подражали. Бог мира будет с нами, наша жизнь будет смотреться по-другому, мы на жизнь будем смотреть по-другому, нас многие вещи не будут смущать, не будут прельщать, потому что тогда, когда открывается в наших сердцах красота Божьей святости, красота неба, и мы можем наслаждаться Богом, то это великое счастье. Это великое счастье. И это очень важно для нас, как народа Божьего. Не останавливаться на начатках учения Христова, но поспешить к совершенству, не отвергнуть их. Начатки всегда будут важны. Сила жертвенной крови Христа всегда будет важна. Это никогда не изменится. То, что мы к Богу сможем прийти только всегда на основании Его прощения, это всегда будет важно. То, что Бог нам дал, крестьяна с Духом Святым, мы никогда это не забудем. Но если мы это действительно приняли, и если любовь Христова действительно объемлет нас, или если любовь Христова движет нами, как говорят немецкие переводы, то мы должны мыслить, если один умер, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы мы, живущие, не для себя жили, а для умершего, за нас и воскресшего. Вот это очень важно. Ответить на Его любовь доверием, дать Его любви нас двигать, искать высших ценностей, которые Он дает нам. Это и есть Его слава. Уподобляться Христу, потому что Спаситель наш славен, Он всегда славен. Он есть сияние славы и выражение Божьего естества. Он в славе, когда Он был на кресте. Он в славе, когда Он воскрес. Он в славе во всем Своей уничиженной жизни. Это не слава этого мира. Это не блеск этого мира. Это слава Божьей святости, красота Божьей любви, величие Божьего Духа, невыразимое явление любви Его, Его сердца. Это слава Богу. И Бог хочет, чтобы это в нас было, чтобы мы это любили, чтобы мы к этому стремились, чтобы мы этого искали, чтобы оставив, оставив вот это земное для нас высшим целью, высшим счастьем, высшим желанием было хождение по Духу, познание Иисуса Христа и возрастание в Нем. Я думаю, что это чрезвычайно важно сегодня для каждого из нас. Я думаю, что очень многие вещи, они становятся, к сожалению, народу Божьему в пути, скучными, неинтересными. Некоторые люди изнемогают, ослабевают, просто потому, что мы перестали смотреть на славу Христа. Тогда все сводится к каким-то принципам, к каким-то порядкам. Я должен быть так одет и должен быть так одет. Я должен так себя вести в церкви и должен себя вести так в церкви. Но есть что-то несравненно большее. То, что приносит нам высшую радость. Это то, о чем писал апостол Иоанн. Я пишу вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Иисусом, с Отцом и Сыном, и вы, Иисусом Христом. И это пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Человек, который в эту сторону двигается, то его глаза все больше и больше просветляются. Он видит эту славу. Ему трудно, но он на крутых поворотах в своей жизни видит Божью руку, познает Христа на всех путях. Это наполняет его сердце радостью. Если в человеке этого нет, то я сейчас не буду читать всю первую главу второго послания, послания Петра, но там написано, что слеп забыл об очищении прежде грехов своих. Он не в состоянии видеть славу неба. Если грешник будет помилован, то он не может наслаждаться славой неба. И так говорит 26 глава книги пророка Исаии. Я своими словами это говорю. Поэтому для нас это очень важно. И пусть Господь поможет нам, каждому из нас, каждому из вас. Я чувствую в этом нужду постоянно никогда не забывать, что в центре нашей жизни стоит не просто удаление от греха, но постоянное возрастание в благодати и познании Иисуса Христа. Ибо только тогда, когда наш дом будет заполнен самим Христом, Его благодатью, Его присутствием, когда мы будем смотреть на Него, познавать Его, учиться у Него, мы начнем понимать то счастье, то великолепие неба. И наши глаза, глаза сердца будут открыты. И благословение будет наполнять нас не всегда изобилием чувств, но какими-то удивительными, непонятными, непостижимыми потоками, текущими внутри сердца, и которые говорят, я за тобой пойду. Я только за тобой хочу идти. Я хочу достигать уровня святости. Я хочу достигать новых уровней познания Тебя. Я хочу радоваться Тебе, открывая в Тебе какие-то новые качества, новые стороны Твоей правды, Твоей милости, Твоего Духа, потому что моя жизнь сокрыта в Тебе. Слава Господу! Вот это для нас очень важно. Оторваться от этого земного и учиться ходить на этой земле, как жители неба. Ибо Бог воскресил нас Иисусом Христом и посадил Одесную Себя на небесах. Посадил или не посадил? Посадил. Но там другие дорожки, там другие ценности. Там не ценятся мускулы, как на земле. Там не так ценится, насколько человек, выдающийся разумом. Там не ценится богатство. Там ценится кротость и смирение. Не просто внешняя тишина, а всепобеждающая кротость и смирение. Там ценится любовь. Не просто как сентиментальное выражение какой-то чувственной привязанности, а как совокупность совершенства, способное прощать, являть себя в чистоте сердца. Там ценятся совершенно другие вещи. Там господствует мир и покой. Там вся надежда связана с Богом. И вот этими дорожками надо учиться ходить. К этому Господь нас призвал. Он призвал нас не просто освободиться от греха и немножко в стороне от него находиться, лишь бы я не согрешил. Он призвал нас гораздо большему, чтобы мы возрастали, духовно росли, преобразовываясь из славы в славу, в тот же образ. Образ Христа. Бог хочет, чтобы это было нашей целью. Бог хочет, чтобы это было нашим желанием. Бог хочет, чтобы данная ему, им, нам, в Иисусе Христе, любовь, была так воспринята нами, чтобы мы, как ответ, возлюбили Его, Его пути, Его образ, и желали в них войти. надо сказать, что всякий человек, который пытается это сделать, он довольно быстро понимает, что у него это почти ничего не получается. Я должен сказать, что у меня был такой момент, когда Господь очень сильно обратил мое внимание на необходимость бороться с гордостью. Это надо бороться все время, но был момент, когда Бог очень обратил мое внимание. Я начал пытаться это делать. Я обнаружил одну вещь, очень удивительную для меня, я скажу, весьма неприятную. Чем больше я боролся с гордостью, тем больше я ее видел. Мне казалось, что она растет не по дням, а по часам. Чем больше ты, или я, или мы пытаемся решать какие-то проблемы, тем больше мы видим этих проблем в нас. Вопрос даже заключается не в том, что мы стали больше грешить или стали более гордыми. Мы просто стали яснее видеть свою неспособность достичь тех высот, которым Бог нас призвал. Поэтому и написано, что приходящий к Богу должен верить, что Он есть и ищет, чем Его воздает. Вот это для меня было очень важным моментом, когда я вдруг увидел, что я ничего не могу сделать со своей гордостью. И тогда вдруг я понял, что я буду бороться, буду в этом направлении двигаться, буду стараться быть верным Ему. И я знал, я ничего не могу здесь достичь. Но у меня появилась внутренняя уверенность в ответ на эти мои слабые усилия. Они вообще, это были все мои усилия, но они все равно остаются слабые. Он поможет. Духовная жизнь строится не нашими усилиями, а действием Божьей благодати. Для этого нужна вера. Для этого нужна реальная вера. Приходящий к Богу должен верить, что Он есть и ищущим Его воздает. Ставиат праведных, как светило лучезарное, которое все более и более светлее до полного дня. Зачем вообще эти слова написаны? Наверное, потому что это не очевидно. Потому что, когда мы пытаемся жить путем праведности, мы встречаемся, Маша, колючек, шипов, искушений, и нам кажется, точно ничего не получится. И в этот момент Бог говорит, что Он ищущим воздает. Мы должны Его искать постоянством в добром деле, искать чести, славы и бессмертия, полагаясь на Его силу, полагаясь на Его благодать, направляясь к Нему, устремляясь к Нему, слава Богу. Он ответит. И Он говорит, стезя праведного, человека, который уповает на кровь Христа, как на источник своей правды, и ради этой крови отдает себя любви Божией, чтобы жить для Христа, какие бы искушения тебя не встречали, какая бы ни борьба ни вставала на твоем пути, это стезя, как светило лучезарное, как солнце ранним утрем восходящее, и которое достигнет полноты своего восхождения в зенит. Слава Господу! Вот это важно для нас. Мы трудимся и поношения терпим, потому что уповаем на Бога живого. Стоит трудиться, стоит бороться, как мы пели, стоит за это жизнь все отдать. Для нас очень важно, что Бог приготовил для нас действительно очень многое. И Бог не хочет, чтобы Его народ ослабевал на пути, но Бог хочет, чтобы Его народ возлюбил эти небесные сокровища и устремился к Нему. Что для этого нужно делать? Что для этого нужно делать? Я перейду сейчас к первому посланию Петра, ко второй главе. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, человеку отверженному, но Богу избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богом, Иисусом Христом». Но мы здесь остановимся. Это все происходит через Иисуса Христа. Оно связано с возрастанием во спасение. Мы не получаем спасение. Мы его получили. Но мы в этом спасении должны возрастать. Потому что спасение – это дело Божьей благодати. Это дело Божьей благодати началось гораздо раньше, чем мы вообще родились на этой земле. Оно началось гораздо раньше. Оно на самом деле началось гораздо раньше, чем даже Христос пришел на эту землю. Все те, которые приготовляли Ему путь, начиная от Авеля и кончая до Иоанна Крестителя, все те великие святые пророки – это были сосуды Божьей благодати. Конечно, источник Божьей благодати явлен нам во всей полноте в Иисусе Христе. Эта благодать принесла нам спасение, как наше духовное возрождение и оправдание. Эта благодать обязательно проявляет себя в нашем освящении духовном росте. И она завершит свою работу тогда, когда придет Христос, и Его народ, исполненный Святого Духа, переживет это в такой силе, что мы изменимся в наших телах и будем внесены навстречу Ему. То есть Его благодать не просто сделала и оставила нас. Его благодать, она постоянно сопровождает нас. И в этом спасении, которое мы получили, как присутствие Христа в нашей жизни, а кто имеет Христа, то и имеет жизнь вечную, нам надо возрастать, возлюбив чистое словесное молоко и отвергнув зло. Если мы зло не отвергаем, оно угошает благодать. Хотим мы или не хотим. Вот это мне всегда бывает очень печально видеть, как верующие люди могут на что-то зло реагировать. Человек может плакать, ему может быть очень больно, он может быть больной, но очень тяжело видеть, когда люди зло на что-то реагируют. И в их раздражении видно какая-то недоброжелательность, осуждение. Вот это должно уйти, потому что это убивает благодать. Но это только первый шаг. Надо возлюбить чистое словесное молоко. Надо довериться этому слову. Надо искать, чтобы это слово определило всю нашу жизнь. Потому что от этого зависит очень много. Если мы хотим духовно возрастать, мы должны духовно мыслить. Если мы откроем с вами сейчас послание к римлянам, восьмую главу, то мы прочитаем такие слова. С третьего стиха я читаю. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Опять то же самое. Живущих не по плоти, а по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовный – жизни мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются да не могут. Посему живущие не по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если в духе Христова не имеет, тот не его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, «Но жив, дух жив для праведности». Я не буду все стихи комментировать. Я хочу на одну вещь обратить внимание. На одну очень конкретную вещь обратить внимание. Что оправдание закона, то есть то, что делает человека праведным, оно связано не с тем, что мы ищем праведности от закона, а оно связано с тем, что мы живем по духу. Оправдание закона исполняется в людях, живущих не по плоти, а по духу. И здесь очень важно, что люди, которые живут по духу, они о духовном помышляют. А люди, которые помышляют по-плоцки, они Богу покориться не могут. Я хочу сказать, здесь совсем речь не идет, когда говорится о плотских помышлениях, не идет речь только о греховных помышлениях. Здесь идет речь о жизненной ориентации. Что меня с тобой волнует? Я вам приведу, можете, очень такой, немножко смешной или не очень приятный пример. Это вопрос жизненной ориентации. Если человек живет по мысли о плотском, он не сможет подниматься духовно. Чем заняты наши с тобой мысли, наша с тобой голова? Приходит ко мне брат, это было, мы еще жили в Москве, было лет 15 назад, и говорит, Ричард, я такой немножко разочарованный, и он такой напряженный был. Я, говорит, уже два года верующий, но я как захожу в московское метро, меня сразу смущают короткие юбки у женщин. Ну, женщин не заставишь мирских одеть другие юбки, это понятно. Действительно, надо сказать, что в то лето они какие-то особо короткие юбки носили. И он, значит, сердит, и почему Бог ему не помогает? Я ему задаю вопрос. Скажи, вот ты заходишь в вагон метро, о чем ты думаешь? Ни о чем. Я говорю, ну так дьявол дает тебе о чем думать? Дьявол дает о чем думать? Помышления плотские – это все то, что связано с земным. Поэтому мы не должны о горнем помышлять, а не о земном. Ибо мы воскресли со Христом, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Это жизненная ориентация. Вы знаете, она проявляет себя в гораздо большей степени не вот в таком примере. Она проявляет себя совершенно в другом примере. Тебя кто-то обидел. Тебя кто-то обидел. И ты сразу огорчился. Это плотское помышление. Вы, может быть, даже знаете, я уже говорил об этом раньше в проповедях каких-то, как оно бывает. Но братья говорят, ты прости его. А человек говорит, я его прощаю, оно не прощается. Знакомо? А вы знаете почему? Потому что в этот момент мы мыслим примерно так. Ну я, конечно, этого брата прощаю. Я же христианин, христианка, я должна простить. А потом идет маленькая запятая. Но ведь он бы мог подумать, что он мне больно делает. И все перечеркнулось. А как мыслит человек духовно? Подходит братья к Иосифу и говорят. Что-то ему. А он говорит, не вы меня продали в рабство, а Бог меня послал. Что, правда Бог его в рабство продал? Но он видел за этим руку Божью. Он помышлял о горнем, а не о земном. Он научился там страху Божью. Я еще со времен Клинденевской школы помню это высказывание Августина Блаженного, который говорил, всякий человек, который просит Бога послать ему смирение, он должен знать, что он просит Бога послать ему навстречу человека, который его оскорбит. Будем просить дальше о смирении? Но это еще не все. У меня к вам есть самый каверзный вопрос. А того, кого он пошлет, это обязательно неверующий? Отнюдь нет. Иосифа продали в рабство очень даже его братья. Я не хочу сказать, что теперь все должны друг друга в рабство продавать. Ни в коем случае. Я не хочу позволить кому-то другого обижать. За это ты дашь отчет. Но я хочу сказать другое. Что когда мы все-таки в такую переделку попадаем, для нас очень важно смотреть не что нам причинено как неприятность, а смотреть, чему учит нас Господь. Как один пуританский служитель сказал, шишки, которые мы получаем от жизни – это уступы на скале, по которым мы можем подняться к Богу. О горнем помышлять. Это не идет речь витать в облаках и мечтать о чем-то. Это речь идет о конкретных шагах о духовном помышлении. Человек может строить дом и думать о Господе. Человек может сидеть в собрании и думать, что я куплю. Знаете, я с такой вещью столкнулся у детей. Позвал их молиться, они молятся. Я сказал «Аминь». И они сразу «Папа, можно гулять?» Я говорю «Послушайте, у меня к вам вопрос. О чем вы думали во время «Отче наш»?» Они в любом случае не могли так быстро переключиться после «Аминь и «Отче наш», но я хочу погулять». Это значит, что они уже где-то, по крайней мере, две-три последних фразы «Отче наш», тоже, может, половину, об этом думали. Это плотские помышления. Мы можем находиться в собрании. Мы можем что-то делать для Бога. Но мы думаем о земном. Мы думаем о том, что связано с земным. А Бог хочет совершенно другого. Он хочет, чтобы мы о горнем помышлянии о земном. Думали о том, где Христос, одесную Бога. Находили красоту в Нем. Я хочу сказать, люди ученые, люди ученые, они находят в своей науке способность жить в ней всю жизнь. Мне это как раз знакомо. Мне это очень знакомо. Но, знаете, наступил момент, наступил момент, когда Господь начал стучаться в мое сердце. И все то, что меня увлекало, оно потеряло для меня краски. Я все это оставил. Мне мой папа тогда сказал, сейчас он уже обращенный к Богу, человек, слава Богу. А тогда ему было непонятно. Это они были лютеране. Он мне сказал, Чук, так они меня звали в детстве. Чук, слушай, ты перестал быть для нас интересным человеком. Почему? Раньше ты все размышлял о науке, об искусстве. Ты все твердишь об этой Библии. Я говорю, правильно, так написано. Люблю закон твой, весь день размышляю о нем. Но нельзя так себя ограничивать. Я ему говорю, слушай, папочка, а почему можно всю жизнь думать? Но ты, говорит, верующий не понимаешь. Ведь можно о творении Божьем всю жизнь размышлять. Наука этим занимается. Я говорю, я не спорю. Но если можно о творении всю жизнь размышлять, о Творце, может быть, тоже можно? Братья и сестры, я сейчас не папу критикую. Я сейчас нас проверяю. Насколько мы думаем об этом. Насколько для нас интересно вникать в Слово Божье. Насколько мы желаем каждый момент нашей жизни осветить по Слову. Осветить по Слову. Вы понимаете, любить это чистое словесное молоко. Мыслить о духовном. Видеть все в небесной перспективе. Видеть не просто людей, обижающих нас, потребности, плоти. Конечно, все заботы мы должны возложить на него. Конечно, мы не можем не работать. Конечно, мы не можем не зарабатывать на хлеб насущный. Но очень важно, что мы делаем. Что мы делаем в любой момент. Знаете, нас, братья, в нашей молодости учили. При тебе Библия должна быть всегда. Она у меня и сейчас всегда. Вот есть здесь большая и маленькая в кармане. Потому что, где-то ездя в машине, если что-то мне надо посмотреть, всегда на работе, где угодно. Я работал в этом Горгазе, а там была вахтовая служба, как пожарники. И там была такая инструкция. Это было во время нагонений. Что когда человек, ничего у него заявок нет, он может читать книжку, которую он назидает. Я Библию раз и открыл. Они как все на меня набросились. Ты что читаешь? Я открываю инструкцию и говорю, вот здесь написано. Ну ты, говорит, читай по технике безопасности материалы. Я говорю, я все прочитал, уже экзамен сдал. Ну ты телевизор смотри. А там телевизор все время стоял, потому что было приемно. Я говорю, меня это не назидает. Они сердились, но сделать ничего не могли. Они сердились, но сделать ничего не могли. Я хочу сказать, это не заслуга. Это не заслуга. Это сердце Марии. Я хочу сказать, у меня его также нету. Но Бог дает. Когда мы к нему направляемся, когда мы о нем думаем, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами жизни, сталкиваемся с какими-то проблемами жизни и стараемся их осветить по слову. Осветить по слову. Знаете, приходит, нас в Израиле пригласили побеседовать с разными группами людей. И мне, значит, сказали, Ричард, ты будешь говорить с сестрами, которые не замужем, и которые уже в возрасте. Вы знаете, с чего я начал? Я сказал, сестры, вы должны самое первое понять, что то, что вы не замужем, это не значит, что Господь вас забыл. Это такая Его воля о вас. Он что-то для вас усмотрел. Он что-то для вас усмотрел. Вы знаете, у нас была в времени одна сестра, вот она все время переживала, что она замуж выйти не может. Ей исполнилось 30 лет. Она вышла замуж. Она говорит, я никогда не была такой счастливой. И она никогда бы не была такой счастливой, если бы она не дождалась. И люди не верят, что у Бога написаны все дни в Его книге, прежде ни одного из них не было. Они не верят, что Бог управляет нашей жизнью. Они готовы верить, что Бог спас, но не готовы в это верить. И тогда люди не могут расти. Это могут быть и родители, которые потакают своим детям в их шалостях и готовы их любыми правдами, неправдами только пропихнуть в церковь, совершенно не думая о том, возрожденные эти дети или невозрожденные. Я вам все знакомые проблемы поднимаю. Может быть, в большей, может быть, в меньшей степени. Может быть, какие-то проблемы, они больше острые в Германии, но это не играет большой роли. Вы все равно меня понимаете, как в трудностях сегодняшней российской жизни подкрадывается что-то, кто-то, кто говорит, сделай так. Это тебе устроит твою жизнь. И в этот момент совершенно не всегда голова думает, чтобы быть верным Богу. Ну, я же верующий, но Бог меня поймет. Может быть, и поймет. Но, может быть, хранящий наставление на пути жизни, отвергающий обличение, блуждает. Вот этому нужно научиться. Вот к этому надо обратиться. Это приносит человеку благословение. Второе, я хочу сказать, наша жизнь должна превратиться в служение Богу. Мы спасены, чтобы служить Богу. В этом и был грех наш, что мы не служили Богу. Бог есть любовь. Мы греху служили. Бог есть любовь. Он освободил. Мы действительно, если не служим Богу, мы служим греху. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Бог прощает нас, чтобы мы Ему служили. Любовь Божья объемляет нас или движет нас, рассуждающих так. Если один умер, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие не для себя жили, но для умершего, за них и воскресшего. Мы для Него живем. Мы Его рабы и Его дети. Мы Его дети и Его рабы. Тот, кто понимает, кто есть наш отец, он знает, я Его раб. И счастлив, что я Его сын. Мы не дети миллионера, как учат харизматы. Мы дети святого Бога, перед Которым все трепещет, перед Которым все склоняется, перед Которым, Которому все служит. Но Ему не нужно внешнее рабское служение. Он приблизил нас к себе, назвав нас своими детьми, чтобы мы по любви отдали себя Ему. Слава Богу! Я хочу сказать, это начинается с молитвы. Это начинается с молитвы. С постоянного молитвенного искания Бога. Оно с этого начинается. А молиться не всегда легко. Но мы служим Богу. Мы пребываем в слове. Мы служим Богу в духе. Речь идет не только о том, что ты ходишь регулярно семь раз в неделю служения. Речь идет о том, что обрезание, то есть знак завета с Богом, это мы, служащие Богу духом, хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Мы не должны разбиваться от того, что на что-то не получается. Кается, да. Но отчаиваться нет. Мы не на плоть надеемся. Я и сегодня знаю, что нет во мне ничего хорошего. И чем больше служу Господу, тем больше я вижу, как мало я на Него похож. Но любовь Христа утешает. Мы хвалимся Христом Иисусом. Слава Богу! В этом наша надежда. И служим Ему в духе. Это значит, что не только то, то, что я делаю, но и то, что я говорю, то, что я мыслю, намерения моего сердца, они должны быть положены на алтарь. Представив тела наши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного или духовного служения нашего. Не сообразуясь этому веку, но прообразуясь обновлением ума в духе. Я хочу сказать, здесь требуется смирение. Если вы прочтете послание к римлянам 9, 10, 11 главы, это главы, когда после 8 главы, где вот то, что мы с вами читали, Павел говорит о странствии в духе, вдруг он почему-то уходит в сторону и начинает говорить об Израиле. Ну, вы знаете, да? Вдруг почему-то. Я скажу, не почему-то. Эти главы об Израиле, они имеют прямое отношение к нашему хождению в благодати. Потому что любой человек, он просто показывает это на примере Израиля и заодно хочет показать нам, как дорог Израиль в глазах Божьих. Но любой человек, который хочет жить по духу и жить по благодати, он должен знать, что жизнь благодати строится на трех креугольных камнях. Это на так называемом Божьем суверенитете, что Бог всегда делает, что Он хочет, только как Он хочет и никогда не делает, как Он не хочет. Есть люди, которые говорят, что они живут в благодати, а у них психология, мышление, все равно законников. Если Бог делает, что хочет, а вдруг Он меня погубит. Понимаете мой вопрос? Помилование зависит ни от подвижающего, ни желающего, от Бога милого. А что со мной будет? Братья и сестры, мы никогда не должны плохо думать о Боге. Вы понимаете меня? Никогда не должны думать плохо о Боге. Его решение лучше, чем наших выборов. Но есть второй камень, это вера. Это 10 глава. Что если будешь устами исповедовать Иисуса Господом, а сердцем верить, что Бог воскресил и возмертвых, то спасешься. Мы должны полностью довериться Богу, полностью признать Его право действовать в нашей жизни, как Он хочет. Довериться Ему и смириться пред Ним. Это 11 глава. 11 глава – это о важности смирения. Когда Илья говорил «Пророков Твоих убили, остался я один», то Бог ему отвечает «Я соблел себе 7 тысяч». Господи, это Твой избранный народ, где всего 7 тысяч. Нам должно смириться перед теми путями, какими Бог нас ведет. Вот эта вещь очень важная. Смирение – это открывает сердце для благодати. Но смирение – это очень важная вещь. Смирение через вычерк. Смирение рождается не от попытки сделать длинное личико и представить себе таким тихим перед всеми. Смирение рождается на Голгофе. Когда мы с Тобой подошли к кресту, и наши благодарные сердца говорят «Господи, то, что Ты мне дал, это самое великое сокровище в моей жизни». Знаете, немцы во время реформации пели «Твердыня нашей вечной Бог». Оно по-русски не переведено, так как по-немецки оно звучало в последний куплет. «Пусть у нас заберут наши дома, наших жен, наших детей, лишь бы с нами осталось Слово Божие, и Царство будет наше». Я хочу сказать, то, что Бог нам дал, оно дороже всего. Именно это понимание позволяло нашим братьям идти в тюрьмы, идти в лагеря, оставлять дома детей, оставлять жен. А женам помогало преодолевать многолетнюю разлуку с мужами, воспитывая детей. Бог на первом месте. Благодарность Ему за сделанное. Благодарность Ему за сделанное. Это смирение. Джон Буньян, вы знаете это имя, которое написало «Путешествие пилигрима и духовная волна». У него умерла жена, он женился второй раз. Его посадили в тюрьму и эту вторую жену посадили в тюрьму. И вот их вели в тюрьму. Она шла и плакала. И соседка ей говорит, «Ты плачешь, что у тебя дети дома без тебя остались». Она говорит, «Ну, конечно, мне тяжело, но я больше всех плачу за этих людей, которые ведут нас в тюрьму. Их ждет ад». Смирение – это благодарность Богу за Его милость. Такого характера благодарность, которая позволяет все остальное принять. Которая позволяет все остальное принять. Потому что без этого смирения мы расти не можем. Знаете, в моей жизни был такой момент, Бог начал мне открывать слово, Бог начал мне что-то показывать, и вдруг я увидел, я что-то не могу дальше двигаться. А поскольку, знаете, когда уже человек почувствовал вкус к Божьему, ему хочется дальше идти без остановок. У меня не идет. У меня внутри напряжение. Я стал молиться, а Господь мне говорит, «Сын мой, я вижу, что ты хочешь понять мои пути и вникнуть в Библию. Мне это нравится. Но Библия – это не книга математики, которую ты учил. Я ее открываю, когда я хочу. Оставайся ревностным и жди». Братья и сестры, в нашем желании возрасти, мы должны оставаться ревностными и ждать. Идет ли речь о понимании Библии? Идет ли речь о возрастании в молитвенной жизни? Идет ли речь о духовном возрастании? Это вот из этого складывается. Любить слово, обрести евангельское мировоззрение, служить Богу, возрастить в молитве и в смирении ожидать. Бог дает смиренным благодать. Я хочу сказать, я думаю, может быть, можно еще о чем-то говорить, но я думаю, что на этом в основе строится наше духовное возрастание. Естественно, при этом надо нести свой крест. Потому что, кто идет за мной, не несет креста, не может быть моим учеником. Мы ничего с тобой не можем научиться, если мы не будем принимать ту жизнь, которую Бог нам дал, нести крест, взирая на претерпевшего над собой такое поругание от грешников, чтобы нам не ослабеть и изнемочь душам вашими. И, естественно, еще очень важно, если мы хотим духовно расти, то Бог будет ожидать от нас, чтобы этот духовный рост проявлялся в плодах или в плоде Духа. Потому что, если мы будем говорить о том, что мы духовно растем, но наше отношение к людям не будет меняться, если мы будем говорить, что мы людям Бога, брата нашего будем ненавидеть, пренебрегать, гордиться, будем оставаться черствыми, то тогда мы называемся лжецами, потому что мы не можем любить Христа, а значит, возрастать в благодати и познании Его, если это не влияет на нашу жизнь. Но, слава Богу, что мы можем прийти к Нему и верить, что Он есть и ищущим Его воздает. Это сокрушает наше сердце, учит нас смиряться. Это нелегкий путь. Я уже сказал, это путь, на который очень тернистый, там очень много колючек, но там иногда встречаются капельки крови, свидетельства, что Христос прошел впереди нас и оставил нам свидетельство о своем прощении. Там иногда встречаются маленькие капельки елея. Это то необходимое мне и тебе утешение от Духа на трудных путях. Я хочу сказать, это трудно, но те горизонты, которые открываются, они действительно подобны светилу лучезарному. Я хочу сказать, в этом счастье, в этом смысл, в этом благословение жизни, в этом смысл нашей христианской жизни. Знаете, мне приходится все-таки немало ездить, немало проповедовать, но для меня самые драгоценные минуты, когда я могу один сидеть с Господом. Самое драгоценное видеть не просто, что я могу проповедовать, а самое прекрасное в нашей жизни, это когда Бог может нас использовать. Когда Бог делает что-то нас использовать, я имею в виду не только для других, самое прекрасное это видеть руку Творца и Спасителя, оставляющие свои благословенные следы в нашем сердце, преобразующие нас в подобие Христа, подымающие нас над суетой этой жизни, наполняющие нас познанием Его славы больше и больше, учащие нас не просто ползти по этой земле прощенные, но так и не научившиеся летать, но когда Он нас учит воспарять над суетой этой жизни, как людей, приносящих плод Духа, которые, будучи Его учениками, возрастают в благодати и познании Иисуса Христа. Это наше счастье на земле, это наши неотъемлемые сокровища и наш венец в небесах, поэтому ожидая Его прихода, пусть Бог поможет нам почти, почти, чтобы мы постарались почти, ну ладно, вы поняли меня, что я говорю, чтобы мы со всем нашим желанием и усердием стремились к тому, чтобы на этом пути подняться над суетой, прозой, повседневностью этой жизни, как люди, посаженные в небесах, как люди, которые духовно растут, как люди, которые, несмотря на все искушения, знают, что рука Божия подымает их, как люди счастливые, что их глаза открываются, как люди счастливые, которые не только смотрят, где моя земля, но смотрят на небо и радуются, что в благодати и познании Иисуса Христа они могут приближаться к Нему, жить им, радоваться о Нем и ожидать Его. Слава Господу! Аминь! Мы помолимся! Спасибо! Спасибо!